В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Депутат Государственной Думы Наталья Санина провела прием жителей Подмосковья. По вашим документам мы делаем ксерокопии. И под вашим документом я пишу программу вашего консилиума. Видновчанка Антонина Михайловна Журавлева празднует свое 90-летие. Кто поздравил пенсионерку в этот день? Мира, добра и всего самого наилучшего. Валерий Николаевич Венцин. Мы привыкли их видеть в строгих костюмах, занятых серьезными вопросами. А чем занимаются официальные лица Ленинского района в свободное время? Мы сохраняем общественный порядок, предотвращаем преступления. Проблемы с получением бесплатных лекарств, компенсации на лечение и субсидии, долги ЖКХ, газификация, материальная помощь – это только часть вопросов, с которыми обратились жители всего Подмосковья к депутату Государственной Думы Наталье Саниной. Побывала на депутатском приеме и наша съемочная группа. Жительница подмосковного Пушкина Пелагея Сергеевна Герасимова обратилась за помощью к депутату Госдумы Наталье Саниной практически в отчаянии. Женщина столкнулась с некорректным поведением медиков в районной больнице, а также пожаловалась на противоречащее друг другу назначение разных специалистов и недостаточное лекарственное обеспечение жизненно важными препаратами. Несистемное поступление, без системы. Я даже не знаю когда. Хотя бы предупредили, чтобы этот препарат как-то растет в сочетании с гидреем. Народный избранник Пелагея Сергеевна внимательно выслушала и пообещала всестороннюю помощь. Для вас нужно все-таки собрать в Пушкина консилиум целого ряда специалистов, достаточно много. Гематолог, невролог, нейрохирург, уролог, терапевт и эндокринолог. По вашим документам мы делаем ксерокопии, и по вашим документам я пишу программу вашего консилиума. И мы это проводим в ближайшее время в Пушкинском районе. Видновчанин Виталий Тимофеев на прием к Наталье Саниной пришел уже во второй раз. Год назад ему уже оказали помощь, но за время, прошедшее с первого визита, накопились новые проблемы. Мне выделили партию «Единая Россия» адвоката, который мне помог решить дело, которое я год не мог решить, потому что мне требуется поддержка человеческая. И также помог решить вопрос с физкультурно-оздоровительными мероприятиями. Сейчас я просил, чтобы это как бы бессрочно было, чтобы не приходить по таким вопросам еще раз. Виталий также пожаловался на проблемы с обеспечением медикаментами и попросил помочь разобраться с долгом по ЖКХ. Мужчина не может работать из-за болезни, а его пенсии по инвалидности явно недостаточно, чтобы и алименты детям платить и на жизнь хватало. Народный избранник и с этим пообещал помочь, отметив, что в целом ситуация с лекарственным обеспечением клиник и жителей Московской области за последние три месяца улучшилась. Масса препаратов, которые дофинансирует наш региональный бюджет. И сегодня мы получаем достаточное количество средств для того, чтобы обеспечиться. Несмотря на то, что сейчас каждый может обратиться к власти через портал Добродел, электронные приемные или почту, очный прием депутата по-прежнему востребован и эффективен в решении множества вопросов. На такой встрече народный избранник может выяснить все нюансы дела, посмотреть и сразу отсканировать документы для дальнейшей работы, а также возьмет решение вопросов под личный контроль. На это отводится не более 30 дней. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, ВИДНЭТВ. Старейшая жительница Ленинского района, видновчанка Антонина Михайловна Журавлева, празднует свое 90-летие. В гости к юбиляру пришли глава городского поселения Видное Моисей Шумаилов и начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева. Общение с гостями постоянно прерывают телефонные звонки. Слишком много людей спешат поздравить Антонину Михайловну с юбилеем. От одного из них Моисей Шумаилов зачитал поздравительное письмо. Подвиг вашего поколения, поколение победителей, будет жить в веках, объединять наш народ во им больших и созидательных целей. Желаю вам бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. К такому вниманию скромная пенсионерка не привыкла. В годы Великой Отечественной Антонина Михайловна ковала победу в тылу. Большую часть своей трудовой жизни проработала на заводе имени Лихачева в должности инженера по приборостроению. Труженицы тыла. Гости вручили подарки от губернатора Московской области и главы Ленинского муниципалитета. Мира, добра и всего самого наилучшего. Валерий Николаевич Венцель. В видном Антонина Журавлева живет с 1950 года. В свои 90 она ведет активный образ жизни, общается с друзьями и много читает. Страсть к литературе пенсионерка пронесла через всю жизнь. Гостям она с удовольствием декламирует строчки любимого поэта. Однажды в стыденную зимнюю пору я из лесу вышел в сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая в хорост в возд. Жизненные трудности, выпавшие на долю пенсионерки, не сломили, а закалили ее характер. Юбилей Антонина Михайловна встречает в прекрасном расположении духа и бодром настроении. Коллектив телеканала «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Мы привыкли их видеть в строгих костюмах, занятых серьезными вопросами. Но работа – это не вся жизнь. Чем занимаются официальные лица Ленинского района вне своих должностных обязанностей? О свободном времени некоторых из них расскажет Михаил Решетов. Ее рабочее утро начинается в официальной атмосфере служебного кабинета. На столе государственная символика, на стене портреты первых лиц страны. Ольга Владимировна – исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Партийные задачи четкие. Работа подчиненных должна быть отлажена, как часы. У нас случилась задача, которая предстоит нам по выборам, что у нас семь человек нужно найти кандидатов на выдвижение в депутаты, плюс еще к ним технических помощников. Ну вот рабочий день закончился. Поменялась как локация, так и сама железная леди. По вечерам Ольга Владимировна руководит кружком рукоделия в Виденовской библиотеке. Среди слушателей «Дети в руках» – мягкий войлок. Сегодня они шьют сердца. Я всегда занималась и делала что-то своими руками. Мне это доставляет огромное удовольствие и радость. А когда появилась возможность делиться с этим еще с окружающими, особенно с детьми, то я с удовольствием в это включилась, попросилась. И вот сейчас занимаюсь с детьми. По выходным и вечером. Павел Колесников сердец из войлока не вырезает. У него хобби мужское. В составе казачьей дружины и компаний полицейских он патрулирует улицы родного города. Охраняем общественный порядок, предотвращаем преступления, не даем распитие спиртных напитков. Это так, на Аллее Славы, возле храма. Но вот рабочий день. Китили Кубанка в шкафу. На заседании Совета депутатов форма другая. Гражданский костюм. А вот деятельность схожая. Защита прав и интересов граждан. Жители горок Ленинских выбрали его своим представителем. Олег Федоров тоже депутат. Только уже городского поселения видно. Жители проспекта Ленинского комсомола выбирают его на эту должность уже второй раз. Ничего страшного, что вы в этом заседании уже пять комиссий только на этом заседании в разных хотите вынести. Выступив на Совете депутатов в рабочее время, в нерабочее он тоже будет выступать. Только уже на театральных подмостках. Да и ты, я гляжу, легко обучаемый стала. Олег Федоров много лет служит в Народном театре ТВИТ за плечами 15 ролей. Две из них удостоены фестивальных наград. Мне очень приятно. Вот у меня тут на стене есть мои дипломы, где мне вручили на областном фестивале как за лучшую мужскую роль. Не буду скрывать, это приятно, потому что коллеги мои отметили мой скромный вклад в успех, общий успех всего спектакля. Вот такие они – хобби занятых людей. В сюжете их всего трое, но во всем Ленинском районе служащих сотни. А значит и занятий море. Но у свободного времени наших героев одна общая черта – оно общественно полезно. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Владимир Вижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Девушки из молодежной баскетбольной команды «Спарта НК» в воскресенье встречались со спортсменками из Ставрополя и проиграли. И вот состоялся матч-реванш. Удалось ли видновчанкам отыграться? Узнаем далее. В 2011-м он был центром в мужской баскетбольной команде «Спарта НК». Теперь тренирует женскую команду в родном Ставрополе. Видно, мне был много лет. Он вернулся и победил. Вчера мы выиграли 4 очка. Я думаю, что матч будет тяжелый, поэтому постараемся добыть победу, сделать какие-то выводы после вчерашней игры. Сделать выводы не мешало бы и нашей команде. Сражаясь на равных на протяжении всего матча, видновчанки сломались в самом конце. Но главный тренер уверена – сегодня они сыграют лучше, чем вчера. Мы сегодня настроены только победить. И очень надеюсь, что прогноз этот сбудется. Команда из Ставрополя гораздо опытнее. Средний возраст ее игроков – 30 лет, тогда как видновчанок всего 19. С первых же минут матча реванша опыт снова взял верх, и гости ушли в отрыв. Но потом счет сравнялся, так они и шли вровень. Почти весь матч. До самой победы – «Спарты» с перевесом в одну очко. Следующий матч молодежной «Спарты» НК запланирован на 28 февраля. В этот раз победить нужно баскетболисток из Ростова-на-Дону. Начало противостояния в 14.00. Место – Дворец спорта «Видное». Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, «Видное ТВ». И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 27 февраля, на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Температура – минус 3, минус 4 градуса, без осадков. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова